Друзья, как обстоят дела на немецких кемпингах? Обстоят очень прекрасно, особенно если у тебя есть вот такие вот друзья Без маски не обойтись Ребята, кто любит отдыхать в палатке или в таком вон, ставьте обязательно под видео лайк Ну и конечно, если есть, которые не любят отдыхать в палатке, но смотрят мои видосы Обязательно оставляйте под видео лайк, ну и было бы прекрасно, если был бы комментарий Поможете в продвижении канала и будет мне приятно, конечно Да, мы находимся уже третий день И я отдыхаю душой и сердцем, особенно в хорошей компании У нас 7 таких же, как я говорю, больных на голову пацанов нет У меня хорошие ребята, мы любим отдыхать на природе И я советую всем всегда выезжать на природу И отдыхать Давайте я расскажу, как все было у нас Ну, мы поехали на авось Мы нигде не заказывали кемпинг, потому что мы решили проехаться Посмотреть, как обстоят дела, где, почем Я скажу, что мы были на... Это наш третий, скажем, кемпинг И на котором мы остались На первой мы заехали, нам не очень понравилось место Скажем, для палаток вообще места мало было Только вот для вон мобилей было место Во второй мы заехали, на нас наорал хозяин Да, мол, типа, выбежал Говорит, вы что не знаете, что у нас пандемия Мы такие друг на друга посмотрели Нет, мы, говорю, в лесу Мы вот только что вышли и ничего не знаем Ну, он, типа, у меня здесь надо ходить в маске И вам нужно было позвонить, узнать Можно ли вам заходить вообще на мою площадку Ой, на мое место Ну, мы ему объяснили Так и так Мы ищем Мы вообще просто зашли во двор Не то, что мы начали сейчас ходить по кемпингу Там шастать, как говорится, все обнюхивать Мы только зашли во двор Он просто вылетел на нас Вот Как говорится, сразу показал свою симпатию Ну, нам уже не понравился сам хозяин Мы просто развернулись и поехали дальше И это было очень хорошо Приехав на этот кемпинг-пляц Хозяин Говорит, заходите Найдите себе место Запишите номер Возвращайтесь Заплатите деньги И все будет прекрасно Кстати, он даже не записал нам наши данные Он просто записал номера наших машин Дал бумажку Положил Говорит, чтобы, если что Евон и рабочие Собидали ваши машины Чтобы как бумажка Как разрешение на объезд На участок Поставили палатку Вчера мы жарили мясо Было все прекрасно Хорошие душевые Я вам в конце видео все покажу Туалетов много Можно пойти туда И можно пойти туда Кстати, мы два дня ходили Очень далеко в туалет Оказывается, у нас туалет Каких-то 10 метров от нас За углом Мы даже Не знаю Мы вот сюда вот придем Как Увидели все Оказывается, на каждом Отрезке Потому что участок очень большой Вот, смотрите Есть маленькие туалетики Душевых там нету Но есть туалеты Чтобы люди не ходили здесь по курсам Не ссали ночью Вот Все приветливые Ну, я скажу так На кемпингах всегда все приветливые Да, кстати Не нужны никакие Тесты на корону Никакие прививки Или еще тому подобное Да, нужно в маске заходить В туалет Как раз вы видали Мой хороший товарищ Сейчас прикольнулся с маской Кстати, маску так не носят Маску надо на нос и на рот одевать А не на голову Но все же Очень чистые душевые Убираются два раза в день Туалеты Ну, нормальные Я уже видал похуже туалеты И получше Ну, мне главное Чтобы были чистые душевые Да, чтобы пойти Можно помыться Кстати, душевые За бесплатно Входят в цену Мы отдали на 4 ночи 7 человек 304 ойро Это мало Ребята Это дешево И это хорошо Мы находимся возле воды Я не знаю, видно вам Нет Сзади Возле воды Приятно С той стороны Гора у нас Солнышко садится Кстати, идет Костя Тоже уже умылся Я сейчас тоже Иду умыться И мы будем Кушать арбуз Сегодня мы были в городе Хотел сказать Триер Чуть ли не набрал В Триер Мы поедем завтра Сегодня мы были в Манси И Роман, где мы были еще? Майн Висбадн Вот Роман всегда знает Еще про что Нагулялись Накатались на великах Кстати Пробегайтесь по видосам Смотрите, как мы отдыхаем Что показываем Я всегда показываю Объясняю Какие цены Где лучше поставить машину Где лучше взять велосипед Где лучше помыться Вот Костя, ничего Если ты полуголый В камеру попадешь Тогда обходи давай Как хочешь У меня тут укусения Его нету Ну и вот Так что, ребята Как-то так Дела Стоят Все хорошо Зуб оптимально Да Едьте Не надо звонить Не надо заказывать места Просто Езжайте на кемпинг Смотрите Нравится Платите Ставьте свою машину Или ставьте палатку И все прекрасно Мы приехали В четверг Да, арбуз нарезай давай Мы приехали в четверг Был дождик Кстати, я забыл молоток У того соседа Спросил Или он может одолжить молоток Очень приветливый Ну, все приветливые Кто отдыхает Все приветливые Одни мы здесь Не Все прекрасно Одолжил молоток Спасибо Сказали Он говорит Обращайтесь Если еще надо Пожалуйста Вот Как-то так Это так вот работает на кемпинге Все Все за одного И один за всех Все, ребята Отдыхайте Садитесь в машину Уезжайте Берите своих детишек И На природу С вами был Володя Всего спасибо Так, уже в следующий На подходе В камеру попадешь Ты забыл сказать Ладно, ребята Всего хорошего С вами был Володя И, конечно, не отключаемся Сейчас под музычку Я вам покажу Где Мы моем посуду Где мы моемся И Гуляем Как говорится Вдоль Да, все Выключаюсь Слушайте Смотрите Пока Вот Это самые Козырные места Которые Быстро Забирают Это С видом На Реку Райн Вот Кемпинг Очень Большой И Растягивается Вдоль Реки Так Растягивается Вдоль Растягивается Вдоль В данный момент Туалет Для женщин Обходим Вокруг Мужские Туалеты На этой стороне Находятся Все Мужские Туалеты Ну Туалетики Ребята Я скажу Так Здесь Мужскую 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 душевую Туалет Скажем Всем Привет Здесь Также Умывальники У нас Один Закрытый Чтобы Было Расстояние Снова Опять Я Вот Друзья Видите Все Чисто Убрано И Вот Тут У нас С каждой Стороны По Три Душевых Так Что Тоже Все Чистенько Аккуратно Новенькие Давайте Зайдем Сюда Вот Нету Нигде Плесени Конечно Уже Скажем Не так Новое Но Все Равно Приятно Вот Рядом Большого Бассейна Находится Маленький Бассейн Для детей Он Очень Мелкий И Вода Здесь Лето Наверное Очень быстро Нагревается Да Глубина Здесь Может быть 20 Сантиметров 30 Вот Также Пойдемте Пройдемся Дальше Так Ребята Здесь Вот Столовка Да Но В связи С Пандемией Внутри Кушать Нельзя Но Вы Можете Заказать Здесь Пиццу Помыс На Вынос С собой Также Утром Вы можете Взять Булочки Но Оговорюсь Булочки Вы должны Заказать День До Этого Да Так Давайте Пройдемте Всем Покажу Игровую Площадку Слышите Вот это Вот Единственный Минус Здесь Потому что Рядом Проходит Железная Дорога Ну Где-то Вторую Ночь Или Третью Ночь Вы Привыкаете К Железной Дороге Поезда Ходят Очень Часто Да Я Совру Если Скажу Что Поезда Ходят Редко Да Вот Здесь У нас Игровая Площадка Такая Скажем Даже Нормальная Ухоженная Два Батута Стоят Так что Детям Здесь Скучно Не будет Можно Попрыгать Также Друзья Если Вы забыли Дома Мангал Или Гриль То Не беда Здесь У нас Есть Вот Такое Местечко Где Можно Вечерком Пожарить Мясо Ну Конечно Мы Этим Не Пользуемся Так Мы Взяли Так Как Мы Сюда Берем Свой Гриль Здесь Вот Такая Лебедочка Можно Упускать Ниже Выше Очень Прекрасно Очень Прекрасно Любители Шахматов Тоже Здесь Не Оставляют В Беде Можно Выиграть В шахматы Игру Менш Эргера Дихней Это Немецкая Игра Я Даже Не знаю Как Она Будет По Русски Называться Вот Для тех Кто Любит Почитать Книжки Могут Взять На честное Слово В такой Будке Книжку Прочитав Поставить Ее Обратно Или Или Если У вас Собой Есть Книжки Которые Вам Не Нужны Не Хотите Домой Везти Можете Оставить Здесь Для Других Людей Так Ну Спереди Рецепшн В 10 часов Закрывается Шлагбаум Вы Не Можете Заехать Внутрь Но Можете Оставить Машины Здесь И Дойти Пешком До Вашей Палатки Или Для Вашей Машины Пешком Да Также Друзья Если Вы Приехали На Очень Долго То Можно Здесь Конечно Постирать За пару Копеек Свои Вещи Очень Даже Хорошо Приятно Так Что Не Нужно Даже Грязную Воду Грязные Вещи Везти Собой Домой Ну И Конечно Есть Место Для Мытья Посуды Ну Я Скажу Что Это Не Единственное Место Где Можно Помыть Посуду И Постирать Вещи Возле Нашей Палатки Стоит Еще Один Вагончик Где Все Оборудовано Под Это Дело Что Друзья Ну В принципе Я Вам Показал Все Да Да Кстати Вот Там Можно Поиграть В Мини Гольф Обязательно Ссылочку Я Вам Оставлю Под Видео В Описании Если У Кого Вдруг Появилось Желание Приехать В этот Ребята В очередной Раз Я С Вами Прощаюсь Пока И Хорошего Настроения